Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим шоколадные пряники. Для приготовления нам потребуется 1 яйцо, 120 грамм сахарного песка, 50 грамм меда, 20 грамм какао-порошка, чайная ложка разрыхлителя теста, 50 грамм сливочного масла и 300 грамм муки. Тесто готовится очень просто. Смешиваем яйцо, сахарный песок, добавляем сливочное масло. Оно должно быть мягким, комнатной температуры. Если оно очень твердое, лучше его растопить, чтобы оно хорошо распределилось по тесту. Добавляем мед. То есть ничего отдельно взбивать не надо. Смешиваем все ингредиенты. Если мед жидкий, можно его растопить. Добавляем какао-порошок и добавляем часть муки. Добавляем муку не всю сразу, а чтобы можно было хорошо размешать. Сразу добавим чайную ложку разрыхлителя. Можно добавить вместо разрыхлителя пол чайной ложки соды. Добавляем разрыхлитель и все перемешиваем. Сначала перемешиваем лопаточкой. Постепенно будем добавлять оставшуюся муку и перемешивать уже руками. Тесто должно получиться густым, чтобы из него можно было лепить. Муки может потребоваться чуть меньше. Зависит от размера яиц, от меда, от масла и от самой муки. Вы вымешиваете тесто и вам кажется, что в одну лепешку это все не складывается. Можно намочить руки водой и добавить тем самым влаги в тесто. И дальше продолжать вымешивать. То есть нам необходимо, чтобы была однородная тягучая масса. Видите, я добавила, ну даже не в тесто добавила, а руки чуть смочила водой. И уже тесто стало более липким. Вот такое эластичное, пластичное тесто, похожее на пластилин, должно получиться. То есть смочили руки водой, мало. Ну то есть тесто можно добавлять чуть-чуть воды, чтобы именно оно получилось вот таким, как пластилин. Накрываем полотенцем, оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Прошло 15 минут. Тесто готово. Из него можно лепить пряники. Руками катаем небольшого размера колобки и выкладываем в корзину пароварки. Неплотно друг к другу. Они увеличатся в размере. Желательно, чтобы все колобки были одинакового размера. В итоге вот такие шарики должны получиться. То есть два вот таких подносика у нас получится. В чашу мультиварки наливаем 750 мл холодной воды. Сверху устанавливаем корзину пароварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме пар, варка на пару, готовить на пару. Всех называются по-разному. 20 минут. Нажимаем старт. Время истекло. Вот такие прянички получились. Отключаем подогрев. Пряники можно доставать и выкладываем вторую порцию. Пока пряники остывают, приготовим глазурь. Глазурь готовлю холодным способом. В равных пропорциях по столовой ложке смешиваю какао-порошок и сахарную пудру. Когда я все перемешала, буду добавлять молоко. Молоко у меня тоже холодное. Добавляю сначала столовую ложку. Перемешиваю. Если будет густовато, добавлю еще. Я добавила еще примерно 1 третью столовой ложки молока. Вот такая по консистенции глазурь получилась. Добавляем примерно чайную ложку сливочного масла. Масло должно быть мягким. И все хорошо перемешиваем. Теперь берем пряник, обмакиваем его сверху в глазурь и выкладываем на тарелку. Можно глазурью покрывать не все пряники, а только часть. Вот так выглядит пряник в разрезе. Как вы видите, он шоколадного цвета, очень ароматный. Пряничная структура и по вкусу очень напоминает пряники. Такие пряники любят дети. Вот такие замечательные пряники получились. Часть из них я украсила кокосовой стружкой. Можно украсить цветной посыпкой, мелко порезанными орехами или не украшать ничем. В любом случае пряники получаются очень вкусными и ароматными. Благодаря тому, что в состав входит мед, пряники остаются мягкими надолго. Но вкус меда и аромат меда абсолютно не чувствуется. Именно аромат шоколада летает по всей кухне. Попробуйте приготовить их и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!